Планета дзюдо Планета дзюдо Олимпийских спортсменов На Олимпийских играх в Мюнхене В 1972 году Эти спортсмены Олимпийские представляли Команду Израиля Часть этих ребят Спортсменов Были репатрианты, выходцы Из Советского Союза В том числе и борцы Я хочу сегодня Узнать Немножко больше о том Что же произошло Какие исследования Провел Йозеф Ройтман Какие дела он сделал За 50 лет И давайте Будем Слушателями Его рассказа Итак Мы идем к нему домой Ну вот Дамы и господа Я добрался До Йозефа Ройтмана Долго добирался Но доехал Здравствуйте Йозеф Здравствуйте И наша встреча Запланирована была Уже практически Наверное 4 месяца назад Да И посвящена она 50-летию Мюнхенской трагедии Олимпийских игр 1972 года И той работе И той деятельности Которую на протяжении 50 лет уже ведет Йозеф Ройтман И посвятил этому Ну всю свою Наверное Вот такую Активную Жизнь Именно Полвека Да, полвека Увековечению памяти Олимпийских спортсменов Которые стали Жертвой Жертвой Вот этого теракта Я просто хочу Чтобы вы Рассказали От начала И до конца Ну может быть Не полностью 50 лет Эти Да Но какие-то Вот такие Основные Жизненные Вехи Которые Шли С вами Да Итак Йозеф До Убийства Одиннадцатих Спортсменов Покивших В Нюхене Я работал В Москве В Динамо Городской Совет И нас было Несколько Тренеров Как Старший тренер Валера Фрая Заслуженный Заслуженный Мастер Спорта Заслуженный Тренер Давид Рудман Сначала Он был Нашим Воспитанником Потом Стар Тренером Известный Всем По Самбо 70 Которому Мы Помогли Создать И Еще Было Несколько Таких Такой Национальности Как я Которые Помогали И Перед Поездкой На Олимпийские Игры В Нюхен Даже За Несколько Лет В России В Советском Союзе В Среди Хорошим Большим Развитием Спорта И Физической Культуры Надо Дать Должны Заранее Готовили Список Тренеров И Выдающихся Спортсменов Которые Прошли Не Поехали На Олимпийские Игры Но Это Были Очень Хорошие Спортсмены Дзюдоисты И Самбисты И В этом Списке Были И мы Это Для Повышения Квалификации Будущего Так Так Мы Готовили И По Юношам И По Кадетам Готовили И По Взрослым Готовили Прекрасных И Дзюдоистов И Санбистов Дзюдо В В В России И Советском Союзе Было Принято Что Все Боролись И По Самбар И По Дзюдо И Перед За За год До Поездки В Мюнхен Мы Должны Были Предоставить Олимпийскому Комитету Разрешение Партии ЦК Партии Московского Городского Комитета Партии И Таким Образом Нам Обещали Потом Мы Видим Долго Мы Не Получали Другие Получили Старший Тренер Валера Фраер Обратился Получили Что Имеется Ввиду Характеристику Характеристику Для Того Чтобы Поехать На Олимпийские На Олимпийские Как Тренер Высокой Квалификации Для Того Чтобы Повысить Свой уровень И опыт Так Было В Советском Союзе Очень Многие Тренеры Ездили И спортсмены Выдающие Ездили На соревнования Куда они Не попадали Нам же Было Только Один Человек Весь Вот Таким Образом Другие Получили А мы Не Получили Тогда Старший Тренер Валера Фраер Обратился Туда Ему Сказали Посмотрим Тогда У нас Был Один Человек Офицер Друг Друг Валеры Который Соответствующий Работал В других Органах И Попросили Его Он попросил Его Чтобы он узнал Он узнал И сказал Вы не получите Почему? Потому что Сейчас Такое положение Политическое Что Советский Союз Близок С Египтом И с другими Арабскими Странами И Боятся Чтобы Евреи Поехали туда Чтобы не Произошло Что-то Вот Это На меня Погрело А он Тогда Он Говорит А есть Какая-то Другая Возможность Ему Заявили Поменять Фамилию Да Когда Валера Фраер Рассказал Мне это Я сказал Что Нет Я свою Национальность Не меняю И никто Не поменял Из наших Один Только И Таким Образом Мы не Попали Но Один Грузинский Еврей Фамилия Грузинская Стал Чемпионом И И Когда Прилетел Он Рассказал О том И Это Было Запрещено Говорить И Сказали Что Если Кто-то Будет Говорить Их Накажут И Он Он Нам Рассказал О том Что Произошло Под Секретом Подождите То есть Иными словами До того Как Прилетели Спортсмены Уже После Литяжи Вы Не Знали Об Этой Трагедии Абсолютно Никто Не Знал Другой Парень Призер Олимпийских Игр По Фертованию Из Санкт-Петербурга Не Буду Называть Его Фамилию Но Просем Его Уже Тоже Нет На Следующий День После Лубийства Когда Сказали Что Ничего Не Говорит Никому Купил Газету В которой Были Все Убийцы Те Которые Восемь Человек Террористов Восемь Террористов Из Которых Трое Остались Живыми Он Купил Это В Германии Он Купил В Германии Да На Следующий День После Того Как Было Это Тут Ж Были В Газете И Он Купил Это А И Он Боялся И Он Держал Это В чемодане На дне Сделал Двойное Дно И Привез Санкт-Петербург И Молчал В 1989 В 1989 Когда Пришел К власти Горбачев Еще Дальше И Свобода Слова Слова Во всем Советском Союзе Он Обратился И он Был Сленом Макаби России Которую Основал Вадим Полянский Он Передал Эту Газету Вадиму Полянскому Для того Чтобы эта Газета Попала В Мусей В Израиле Макаби Всемирная Макаби Эту Газету Должен был Передать Вадим Полянский Им Он Приехал Сюда С газетой И Говорит Давай Помоги Мне Чтобы Эта Газета Попала В этот Музей Я Ему Говорил Я Занимаюсь Этим Вопросом Музей Не будет Заниматься И Они Будут Лежать Просто Так В архиве И Никто Их Не увидит А У меня Я Публикую И Все Увидят Я Журналист Еще Кроме Того И Он Мне Дан Эту Газету Из Этой Газеты Я Много Прочитал Так Как Произошло Но Без Архивных Данных Которые Сейчас Стали Известны После Открытия Архива То Что Я Рассказал Это Мне Меня Задело Очень И Я Сказал Если Я Буду В Попаду Израиль То Я Обязательно Буду Проводить Память Их Память Одиннадцати Спортсменов Погибших В Милухине Ежегодно И Есть Я Еще Не Знаю Как Это Будет Но Когда Я Попаду Израиль Я Начну Заниматься Первым Долгом Эти Вопросы Так Так Оно И Было Когда Я Приехал Израиль Я Был Тренером Высшей Категории По Самбо И Подзюдо Когда Я Приехал Сюда И Открыл В Тель-Авиве Спортивную Школу Олимпийского Резерного Памяти Одиннадцати Спортсменов Погибших В Мюнхене Это Был Ваш Первый Шаг Первый Шаг Сразу Когда Я Приехал Первый Шаг Когда Открылась Информация В Советском Союзе Что В Мюнхене Произошел Тракт Через Какое Время Советский Союзе Узнали Об этом Люди Узнали Об этом Только После 1989 Годов Я Уже Был В Израиле Много Лет И К тому Времени Я Здесь Уже Работал И Я Решил Что Я Еще Буду Представлять Макаби России В Израиле И Что Буду Помогать Всем Русскоговорящим Макабистам И Поэтому Я В курсе Всех Событий Что Произошло В Советском Союзе И Узнали Только Это После Того Когда Бачок Пришел В Власть Как Восприняли Родственники То Что Вы Человек Приехавший Из Советского Союза В Израиле Создали Спортивную Школу Олимпийскую Память Один Спортсменов Как Восприняли Как Восприняло Вообще Государство Израиля Что Вы Великолепно Отлично И Я Ходил Знаете Они Меня Обнимали Целовали Все Вдовы Все Дети Вдов Все 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 Нет Такого Еще Как Ройд Так Они Наиврите Эй Камо Ройд Да И Я Был С ними Вконтакте Все Время Значит Эту Школу Я Она Была Школа Тяжелой Атлетики И Борьбы Потому Что Это Из Всех Один Восемь Спортсменов Были Четыре По Борьбе В том Числе Греко-римская И Вольно И Четыре По Тяжелой Атлетике И Я Решил Что Надо Вот Этих Основные Открыть Это Не Значит Что Другие Не Были Так Сказать Все Одинаковы Были Но Только Школа Сама Называлась Одиннадцати Спортсменов А Только По Борьбе И По Тяжелой Атлетике Тренировки По Всем Видам Борьбы И Тяжелой Атлетике Первая Поездка На Олимпийские Игры В 1976 Году Я Повез Одного Борца Вольного Стиля И Одного Тяжелоатлета Борец Занял Седьмое Место А Тяжелоатлет Занял Поделим Третье И Четвертое Место Эти два Спортсмена Они были Выходцы Из этой школы Тренер Этого Спортсмена Сейчас Еще Тренирует Мастер Спорта Заслуженный Тренер По Тяжелой Атлетике Из Ивана Франковска Сейчас Работает С Паралимпийцами В Хайфе И Помогает Им Для Участия И Для Восстановления Инвалидов Для Спортив Из Олимпийцев На Паралимпийских Йозеф Я хочу Попросить Вас Чтобы Отметили Для Наших Зрителей Такие Самые Важные Вехи Ну Начнем С того Как бы По Десятилетиям 82 Год Уже Школа Существует Получается Где-то Около Восьми лет Вы Проводите Деятельность Что За Восемь лет Что Дальше Было Производ Принято Решение Проводить Международные Турниры По Борьбе По Тяжелой Атлетике И по Другим Видам Которых Они Участвовали На Олимпийских Йозефах Проводить Начали В Израиле Но В разных Странах Были Готовились К этим Соревнованиям Приезжали В Израиль Только В Израиль Проводились Такие Международные Соревнованиям Памяти Одиннадцати Спортсменов Перед Началом Соревнований Была Церемония Которую Все Спортсмены Участвовали И видели Что это Такое И им Разъясняли На тех Языках Которые Они Понимали То есть По-английски Разъясняли О памяти Именно Одиннадцати Спортсменов Погибших Это было По Трем Видам Спорта По Тяжелой Атлетике По борьбе И по Атлетике И участвовали Взрослые Спортсмены Представляющие Национальные Сборные Одно из них Которую я могу Отметить И Связана С ней Большая Дружба И помощь И Финансовая Помощь Это Голландия И Голландия Участвовала Ежегодно Не пропуская Ничего Во главе С Крисом С Крисом Когда я Начал Проводить Такие Соревнования Не один Я тут Подключил Очень много Известных Тренеров И спортсменов Которые Мне помогали И поддерживали В том числе Это Соломон Столлер Доктор Соломон Столлер И доктор Давид Некис Вернемся Обратно К Крису Дольмана Он Ежегодно Приезжал На Сторнования Сегодня Этот турмин Проходит Также По тяжелой Атлетике Да Продолжается Продолжается Недавно Было По тяжелой Атлетике Недавно Было По Даже По Самбо И Недавно Было В Бершины В Батьями Во всех Почти Городах Изъявили Желание И в Нацерете Звонил Мне Мэр Города Нацерета Что В связи С 50-летием Чтобы я Приехал И ему Помог Повезти Так что В Израиле Это Такой Традиционный Турнель Проводит Кроме Того На Макабиаде Всегда Вспоминают Память 11 Спасменов На всех Макабиадах Одна Макабиада 73 Года Была Проверена Память Гибели 11 Спасменов Погибших Так что Они Никогда Не будут Забыты И Во всех Музеях Есть Уголок Памяти 11 Спасменов Погибших Йосеф Я знаю Что Одно из Ваших Задач Которая Стояла Перед Вами С целью Увлекающего Памяти Это было То Чтобы Во время Проведения Летних Олимпийских Игров Всех Летних Олимпийских Игр Игр Была Обязательно Минута Молчания Память Не Столько Об Израильских Спасменов Погибших А именно Об Олимпийских 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 Так Чтобы На Олимпийских Играх Была Минута Молчания Когда Проводились Олимпийские Игры А я был Почти на всех За исключением На последних Свиде С Состоянием Здоровья Не Проводились И не Вспоминали Одиннадцатый Спортсменов Погибших В Луфе Предыдущий Президент Международного Олимпийского МОК Международного Комитета При всем Обращении Потому что Я еще Создал Ассоциацию Развития Спорта Израиля От имени Ассоциации Развития Спорта Израиля Я к нему Обратился С письмом Я к нему Обратился Он мне Сказал Что Этого Он не Может Сделать И Вспоминать Он Единственное Что Если Вы Хотите В Посольстве Можете Я Не буду Возражать Я Даже Приду Да Так оно И было Только В посольствах Вспоминали Собирали Всех Участников Всех Тех Которые Приехали Представители На На Олимпийские В том числе Из бывшего Советского Союза Из Олимпийского Комитета Приходили Но это было Только в рамках Посольства Да Не выходило Не За пределы Не выходило Даже в Олимпийской Деревне Не разрешалось Но Но вы Все равно Пытались Это Совершенно верно Я пытался Хотя бы Если не на Открытие Я настаиваю На открытие То хотя бы Подняй Флаг И Вспомнит 11 спортсменов В Олимпийской Деревне С приглашением Представителей Стран Участников Олимпийских Тех Игра Мир Он не захотел Я встретился С ним Он приехал В Израиль И я с ним Встретил Кроме того Семьи Тоже Обращались Ничего Не получалось Я встретился С ним В Олимпийском Комитете Когда он Приехал И Он мне сказал В Олимпийском Комитете Я говорю Какая причина Не потому что Это Есть что-то Что тебя Волнует Он говорит Есть Я говорю Ты можешь мне сказать Я нигде Об этом не буду говорить Пока ты Ищу власть Он мне сказал Основная причина Что я хочу еще Чтобы меня избрали На следующую Каденцию И поэтому Без арабских стран Я не смогу Стать Во главе МОГ Жиротного Олимпийского Комитета Это одна из причин И поэтому Но я считаю Что это Основная причина Когда пришел К власти Бах Стал президентом Международного Стал президентом Олимпийского Олимпийского Комитета Израильского И семьи Семьи Которые Создали Амуту Товарищество Общественные Организации Общественные Организации И обратились Что Все время Обращались И ничего Там Избрали Двух Женщин Таких Очень Боевых Которые Ездили на Олимпийские Игры И просили Чтобы это И они тоже Участвовали На всех Этих Посольствах И ничего Не помогало Когда пришел К власти Мог Томас Бах Доктор Томас Бах Сам Чемпион Олимпийских Игр И он Это Прочувствовал И он Решил Что Надо Убедить Организационный Комитет Который Проводит Олимпийские Игры С его Поддержки Провести Церемонии На Открытии И Впервые Он смог Убедить Японию Оргкомитет Японии И президента Японии Чтобы На Открытии Вспомнили Один из Спортсменов Во время Парада Когда они Проходили После 49 Лет Что Не Вспоминали Официально На Олимпийских Играх В Японии В Перуе Провели Такую Церемонию Памяти Во время Открытия Для того Чтобы Все Страны Участники Олимпийских Игр Узнали Что Произошло В Мюнхене Где Была Пролита Еврейская Кровь И Поэтому Они Были Убиты Что Они Были Людей Это Одна Из Причин Что Бах Сумел Убедить И Сейчас Я Как раз Встретился С ним В Мюнхене 5 Сентября И Я Его Просил И Он Пообещал Что Пока Он Власти Будут Проводить Такую Вмюнхене Он Выступил И Не Вспомнил Это И Когда Он Выступил Не Вспомнил Я Сомнился Что Он Может Быть Уже Не Будет Проводить И Я После Этого После Того Как Он Я Подошел К Нему И И Сказ Доктор Бах Я Хотел Узнать Сможешь Ли Ты Содействие С Твоим Содействием Убедить В Париже В 2024 Году Чтобы Они Тоже Проявили Такую Наволку Он Мне Сказал Да Одним Словом Yes Все Значит Он Пообещал Теперь Что Будет Бог Всевышний Знает И Посмотрим Да Семьи Погибших Решили Не Участвовать В этом Мероприятии Церемонии Пятидесятилетия Почему Потому что Открылись Новые Архивы Из архивов Что Вина Большая часть Вины Была На Правительство Германии И В архивах Было Установлено Из архивов О том Что Правительство Вело Переговоры С Террористами И Они Боялись Почему Они Боялись Что Эти Террористы Не Только Убьют Евреев Но И Зарут Так Чтобы Прекратить Олимпийские А им Это Было Очень Важно Провести И Они Видимо Подумали Что Что Будет Убьют Там Одиннадцать Человек Двенадцать Да И Все И на этом Успокоятся И Они Сотрудничали Они Сказали Как попасть Несколько Человек Приехали Раньше Устроились В Олимпийской Деревне Работали Поварами Рабочими И все Такое Это вы имеете Ввиду террористов Террористы Террористы С их помощью Они Знали Что Это террористы И Они Им Дали Возможно Теперь Они Им Помогли Сказали Как Попасть Туда Чтобы Они Отняли Форму И Очевидно Они И форму Им дали Да И Где Такое Место Где Можно Перейти Через Забор Который Охраняли Полицейские И они В основном Спали И Потому что Тогда Не было Еще Такого Ну И Переходи И они Проходили Ночью И Не только Они проходили Через Было Закрыто Ворота Были Закрыты И Спортсмены Которые Где-то Гуляли Опоздали И Они Тоже Переходили Через Забор Который Даже Не был Защищен Колючей Проводкой Это Было Железо Поставлено Низ Совершенно Спокойно Придумали Все И 5 сентября 2022 года Ваша Поездка В Мюнхен Это Была Юбилейная Дата 50 лет Трагедии И Там Был Открыт Монумент Или Монумент Уже Давно Открыт В Мюнхене Оказалось Что Этот Монумент Давно Открыт Но Открытие Такого Официального С Международным Участием Всех Израиля Это Было В Первом Время Были И Канцлер И Президент И Президент Олимпийских Игр И Президент Олимпийских Игр Германии И Во всем Все Которые Могли Все Правительство И Смогли Мэр 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 Городов Мэр В том числе Мэр Мюнхена Мюнхена А также Он всегда приезжал Директор Олимпийской деревни Который всегда приезжал в Израиль На память Я его правда не видел Но я думаю Что если Такое мероприятие Если он жив Значит он был Но я его не видел Среди А Были приглашены Родственники Водительства Конечно Так вот Родственники Были приглашены Родственники Олимпийский Комитет И все Родственники И журналисты Специальный Самолет Только Делегация Все за них счет До этого Когда открылись То что я рассказываю Семьи Сказали Что пока Они не извинятся Немецкое правительство Которое Власть Сегодня Сегодня Пока они не извинятся Не заплатят Пиццулин То есть Компенсацию Компенсацию За то Что произошло Для сирот И вдов Пока Они Не дадут Не расскажут Все Как это было На самом деле То есть Не раскроют полностью Все Не раскроют полностью Все Они знают Об этом Они не приедут И сомгут Идут Эту церемонию И тогда Те Долго не решали И перед За три дня До Полета Они согласились На любое На все Что требует Извинения Извинения Всех Всех Властей Власти Которые Компенсацию И открытие Еще Открытие Всех Архивов Для того Чтобы Уточнить Как это было На самом деле Я не все Это согласен То есть Сегодня Спустя 50 лет Уже Полностью Расскрещены Все архивы Этой Мюнхельской Трагедии Олимпийских игр А где Эти архивы Можно увидеть Прочитать Для общественности Есть музей Ану Который Это музей Диаспоры Иврейского народа Очень большой Очень красивый И там Сохранены Все Все Что касается Иврейства Диаспоры А в Мюнхене Есть музей И архив Это Я Который Они открыли Только В Мюнхене Они открыли Музей А мы не были В этом музее И мы Отказались То есть С помощью Родителей Которые Посмотрели Что это за Монумент Отказались Открывать Такой Монумент Я не видел Его Я был В Олимпийской Деревне И никто Не видел Из участников Не И Решили Провести В одном Из Больших Залов Провести Память А к музею Не Не подходили Ничего Значит Одна из Причин Это Двенадцатый Вторая Причина Там Не так Было Показано Как Хотели бы Эти Вдовы И Сироты Которые Забраковали То что Как они Сделали Этот Монумент Так Так как Я Не видел Его Я Подробности Не могу Сказать И Решили Что Этот Монумент Не Будут Показывать А память Сделали На Самом Высоком Ура В Израиле Есть ли Монумент Памяти Жертв Очень Много В Израиле Есть В Тель-Авиве Где Написаны Все Имена В самом Центре Тель-Авива На Улице Вальцмана 16 Рядом С Больницей Ихилы Есть Музей Прекрасный Музей В институте Вингита Есть Музей В Хайфе И Прекрасный Музей Куртасный Монумент Я имею ввиду Монумент Не музей А не Монумент Есть Батьяне Пока Я не могу Назвать Еще Таких Музеев А Открыли Новый Монумент В Мата Шарони И там провели Сцеливую память Так что Достаточно Таких Памятников И Всегда Годовщину Памяти Проводят Государственную Церемонию Памяти А на Кладбищах Проводят Соответствующую Еврейским Традициям С Чтением Кадиши И Дети Которые Остались То есть Читают Кадиши Йосеф Как вы думаете Ваша Ну так Назовая Миссия Она В целом Для вас Лично Увековечивание Памяти Олимпийских Спортсменов Израильских В Мюнхене В 72 Года Она Завершена И Вы довольны Тем результатом Которым вам удалось Сделать Это и создание Школы И Участие В Общественной Деятельности Чтоб на Олимпийских Играх Была Минута Молчания Что еще Можно сделать Еще не все Сделано Пока я Жив Евреи Говорят До 120 Так как Машир Абейм Жит То Я буду Продолжать Свою Деятельность Есть ли у вас Последователи Среди ваших Учеников Кто тренировался В школе Олимпийского Резерва Памяти Да Конечно Такие Которые После того Как я ушел На пенсию Заменили Меня И прекрасно Продолжали Это Мой ученик Самый лучший Можно сказать Это Леонид Ландсберг Который Продолжает Тренировать Сейчас Зюдо И самбо Это Саша Розензон Ян Келеталь Александр Медали Джак Арбит И Еще много Много Просто сейчас Еще не пришло Мне на ум Всех Перечислить А их Очень много Да И Вместе Продолжают Все Кроме того Вот эти Помощники Которые мне помогали Это Доктор Соломон Столер Он тоже Не В порядке Сейчас Со здоровьем И Доктор Давид Нетис Они Будут Помогать И помогают Мне Во всем Они были Поддержали Меня И были В Бершеве На Церемонии Памяти И на Международном Турнире Даже С арабских Стран Были Там В Марокко Так что Это Будет Продолжаться И Я думаю Пока Я жив Я буду Участвовать В этих Мироприятиях Йосеф Ну Я хочу В заключение Нашей беседы Чтобы Вы Закончили Ее Ну Таким Напутствием Что Необходимо Как вы Думаете Сделать Мировому Сообществу В том числе И спортивному Чтобы Между Людьми Чтобы Спорт Был Именно Средством Мира Созидания И благополучия Всех Независимого Национального В первую очередь Чтобы Спорт Не был Политическим Чтобы На Олимпийских Играх Во время Олимпийских Игров Как Барон Кубертен Сказал Должны Прекратиться Все войны Вообще Прекратить Войны Но Особенно Во время Олимпийских Играх Чтобы Народы Жили В мире Дружбе Содружестве И Свободны От Любых И были Свободны И равенство Между народами Не Не Значит Не взирая На Цвет Кожи Спорт Объединяет Всех Континентов Пяти Континентов Объединяет В Содружестве В Равенстве И В мире Уважаемые Зрители Видеоканала Планета Джудо Конечно же Возможно Мы не смогли Уместить Всю Пятидесятилетнюю Работу Проведенную Йосефом Ройтманом В Увековечении Памяти Одиннадцати Олимпийских Израильских Спортсменов В наш Репортаж Я думаю Что Вы Но мы Может быть Заинтересовали Вас Кто не знал Что была Такая трагедия Вы можете Что-то узнать В интернете Почитать На этот счет Но В любом Случае Как Сказал Йосеф В заключении Что Олимпийские Игры И вообще Спорт Должен Для того Чтобы Олицетворять Мир Во всем Мире Все-таки Задача Выйти Из Политики И стать Именно Вот таким Средством Для Объединения А не для Разъединения И тогда Наверное И равенство И равенство И тогда Наверное Каким-то образом Мир станет Более Мировый Йосеф Я благодарю Вас Что Вы уделили Внимание Благодарю За Вашу Деятельность Я думаю Что она Будет продолжаться И дальше И как Вы сказали До 120 лет А может быть Еще и дальше Вот И все-таки История И памяти Почему мы Вспоминаем Историю Для того Чтобы не совершать В будущем Ошибок Совершенно Вот Занимайтесь Спортом Ходите В спортивные Залы Занимайтесь Тяжелой Атлетикой Борьбой Активным Образом Жизни Создавайте Позитивное Настроение Для себя И для окружающих И это Это продлевает Жизнь С Вами Был Роман Карасев И Йосеф Ройдман А сейчас Йосеф Принесет Тот подарок Который он Обещал Так Давайте Мы покажем Сначала С самого начала Покажем 11 Спортсменов На Эн Так Вот Та футболка Памятная Которую Йосеф Дарит Вручает Мне Это Здесь Список 11 Олимпийских Израильских Спортсменов Погибших В результате Террористического Акта На Олимпийских Играх В Мюнхене В 1972 Году Давид Бергер Антон Флидербавер Зеев Фридман Так вот Этот Антон Флидербавер Это Полицейский Значит Тут 12 Зеев Фридман Йозеф Гудфренд Элизер Хауфин Йозеф Романа Аминсур Шапира Кехав Шор Марк Славин Андрей Спицер Яков Спрингер Моше Вейндер 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 Трагедии Флидербавер Бауэр Антон Флидербавер Так что 12 Погибло Не 11 12 Были Убиты Спасибо Спасибо Большое Это Об этом Никто Не знает Теперь Уже Теперь Будут Знать Спасибо Большое За Подарок Да Ну На этом Мы Заканчиваем Йозеф Спасибо Вам Спасибо Всего До свидания Спасибо